всем привет вы находитесь на канале овражка live меня зовут наталья я живу в сибири в красноярском крае сегодня хотела рассказать про своих курочек которые у меня получились от скрещивания с доминантов доминантов и кучинцев это наша соня до моя уже прошел можно сказать год с тех пор как я поделилась своими планами о том что я хочу скрестить доминантов с породным петухом я скрещивала с кучинцем и еще один петух у меня породы загорская лососевая вот скрещивание прошло удачно успешно девушку соню уберу удаст говорить значит убрала я свою собачку которая у меня курочкам неравнодушно значит ну что хотела рассказать я конечно хотела этот ролик снимать так более обстоятельно но подписчики меня торопят давай давай быстрее быстрее показывай ну вот я уж как сниму так сниму уж не обессудьте давайте договоритесь договоримся меня за это не ругать буду по ходу своего рассказа показывать еще я как-то предварительно ну до этого снимала ролики про этих курочек такие небольшие буду сюда вставлять рассказывать и какие-то нюансы говорите и в конце я хочу сказать ну как бы ну минус до такой которые я для себя сделала вывод хочу тоже с этим поделиться может кому-то это будет полезно вот мои курёхи и вот сразу же одна из девушек видите вот она с хохолком что хочу сказать что все куры у меня уже несутся так вот еще одна видите вот она тоже с хохолком если не знаешь что это не кучинка даже можно и не отличить только пухохолку так как у меня два породных петуха было да то я их яйца инкубировала вместе то есть от обоих петухов те куры которые произошли от скрещивания с кучинцем их сразу видно их они сразу прям ну бросаются бросается в глаза этот вот ну его ни с чем не спутаешь этот вот окрас этот экстерьер кучинцев поэтому мне тут легко значит сколько у меня сейчас таких чисто скрещенных с кучинцем доминантом сейчас у меня трое еще два двух я отдала на каникулы так сказать и три курицы у меня погибли сейчас по ходу дела буду рассказывать в чем была причина так вот они две молодочки которые получились от скрещивания частично оперение похоже на кучинцев частично голден доминанта но еще одна есть которая очень сильно похожа на кучинцев но с хохолком ну и вот она моя еще одна курочка как видно она хохлатая но очень сильно похожа на кучинку но она по габаритам мельче кучинки но крупнее чем доминант как я понимаю также это помесь кучинский петух плюс золотистый доминант golden ну потому что из доминантов в основном у меня были только они с хохолками вот она несется также хорошо на почти каждый день ну возможно один день в неделю у нее выходной яйца такого бледно-зелено оливкового цвета мы вот тоже тоже эти же курочки ну достаточно крупные курицы я хочу сказать ну надо сказать что из вывода у меня в основном появились ну а со в основной массе были петухи и курочек было немного вот у петухов уже давно нет один петушок вот остался хорошенький ручной ну это мы его наверное если не продадим нам его придется убирать потому что ну я его как бы как петуха не вижу да у себя в хозяйстве хотя он такой хороший спокойный ручной достаточно петушок вот значит вывелись хорошо вывод хороший цыплята хорошие крепкие значит ну я показывала по моему в декабре да они у меня вывелись прям под новый год под рождество по моему 25 сейчас все до одной куры у меня которые с этого вывода были они несутся яйцо у всех кур такого зеленого с немножко оливковым оттенком сейчас покажу вот такие яички они несут у меня яйцо еще достаточно мелко но несутся они можно сказать каждый день ну бывает возможно один день в неделю не несутся ну а так вообще несутся каждый день молодцы что могу сказать по комплекции так вот видите вот одна он вторая и вот третье вот их трое раз два и вот это третье они по сравнению с доминантами крупнее крупнее гораздо но они мельче чем кучинцы ну вообще конечно им еще сколько получается 7 месяцев возможно не еще наберут да невозможно а скорее всего не еще наберут но вот носить на сейчас вот я вижу по лапам они все-таки кучинцам уступают по габаритам но превосходят доминантов это однозначно то есть вот в таком возрасте они уже крупнее ну или примерно такие же как где-то полутора годовалые доминанты да вот видите прям кучинкой кучинкой если бы не хохолок несутся они у меня сейчас пока все на полу не знаю почему то не залазит они гнезда вот все трое несутся на полу но они не одни там еще у меня молодые которых я подкупала тоже почему-то несутся на полу не знаю мне такого первый раз обычно как-то куры ну бывает изредка бывало раньше что на полу вот так обычно всегда все неслись гнездах а тут вот такая оказия ну возможно уже понятно да из внешнего вида этих кур что материнская линия у них была доминант golden по буквам не помню выведу на экран соответственно петух был кучинец вот из за того же самого вывода у меня была одна чистая кучинка но я так поняла что от кучинской курицы кучинский петух и еще было по моему а еще две у меня было такие знаете как вроде как кучинку кучинец но с пепельным отливом я так понимаю т.д. 107 были у меня одну одна я говорила что я ее отдала там две курицы ну вторая курица это ну просто как бы не гибрид такой просто вот по моему за от загорца вот и вот 3 3 курицы мы потеряли значит сейчас расскажу в чем была причина есть у меня ролик по моему тоже в прошлом году есть немало или еще раньше не помню в общем про петуха как правильно выбирать петуха я говорила что петух не должен был быть намного крупнее курицы чтобы ну у курицы сохранилась говорится здоровье чтобы он ее не подавил так вот ровно на те же самые грабли я и наступила значит ошибка моя заключалась в чем значит что когда я этих куриц уже где-то четыре с половиной в пять месяцев запустила в общее стадо нужно было мне убирать петуха а я этого не сделала и петух кучинский вот ему сколько было где-то где-то наверное уже год и два в начале лета было да он очень активный и но к этому возрасту он уже стал очень тяжелым и он просто затоптал мне трех моих курочек молодых мне было очень жалко до слез до слез было жалко потому что курочки были хорошие активные шустрые одной он сломал ногу в в бедре как я поняла автозона вообще ходить не могла и 2 просто затоптал задавила не прихожу утром они лежат у меня под трубами мертвые в общем сейчас этого петуха у меня нет видите вот у меня только загорец один этого петуха у меня нет но скрещивать не очень понравилось скорее всего я продолжу это делать и так однозначно могу порекомендовать скрещивать доминантов с кучинским петухом мне это очень понравилось нынче хочу своего бы того петуха который у меня кучинец сейчас он у меня живет как говорится на каникулах у бабушки я его потом продам и куплю более молодого петуха чтобы он был легче для того чтобы опять же взять но от него яйцо загорских загорского петуха ну я не знаю он хороший такой некрупный но чисто как в разведении я как бы сильно не планирую вот учинцы мне очень понравились в этом плане плюс молодой кучинец он очень активный в плане топтать кур да и я уверена что у меня этот был вывод очень хороший высокой оплодотворенности яиц и также надеюсь что следующий вывод будет такой же также я планирую где-то осенью заложить яйцо вот сейчас летом я где-то в сентябре память хочу поменять петуха купить сказала уже как кучинца молодого и опять буду закладывать всем рекомендую мне очень понравилось куры несутся отлично отлично несутся куры не знаю чья чья тут сыграла линия больше доминантская или учинская ну могу только порекомендовать ну все на сегодня у меня все тут уже соседи начали что-то тут пилить строгать нам поговорить не дадут принимаю предложения и какие-то свои может быть у кого-то есть заметки на этот счет насчет разведения и скрещивания всех внимательно выслушаю всем кому было полезно интересно ставьте лайк подписывайтесь на меня а сейчас спасибо всем за внимание всем всего доброго всем пока